Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать на наш вебинар. Время час дня по Москве, нам пора начинать. Итак, наш сегодняшний вебинар будет посвящен прохождению модерации в серекламной системе Telegram Ads. Тема горячая, мы ждем от вас много вопросов в чате, поэтому, если что, не обижайтесь, вдруг мы не будем успевать отвечать на все ваши вопросы в чате прямо вот в режиме онлайн. Мы постараемся в конце ответить на все оставшиеся у вас вопросы, но материала и так очень много. Меня зовут Константин Ичуков, я эксперт по работе с платным трафиком. На сегодняшнем вебинаре мне помогает специалист службы заботы Михаил Соловьев, служба заботы E-Lama, это, собственно, те люди, кто нашим клиентам, пользователям E-Lama помогает эту самую модерацию проходить. О чем конкретно сегодня поговорим? Разберемся коротко о том, что вообще можно и что нельзя рекламировать Telegram Ads. Мы на это много времени тратить будем, потому что вы и так, скорее всего, это знаете. Разберемся более детально с требованием к чат-боту или каналу и текстом в них, если вы собираетесь рекламировать канал или чат-бот. А, собственно, ничего другого рекламировать нельзя, но можно сообщение конкретное еще рекламировать. Разберем кейсы, каналы и чат-боты, которые прошли и не прошли модерацию. После этого разберемся уже самими объявлениями, что можно делать в объявлениях, чего объявления делать нельзя. Опять же, на кейсах разберем, какие объявления модерацию проходят, какие не проходят. После этого обязательно разберемся с тем, что означает вот эта модерация, где вообще искать причину отказа. Ну и в конце Миша подготовил для вас чек-лист проверки на самые частые ошибки, которые рекламодатели допускают. Ну а в конце, если останется время, то мы еще с вами постараемся попрактиковаться о том, как вообще объявление составлять. Ну, для начала в двух словах про E-Lama. Если вдруг вы еще не являетесь клиентом E-Lama и вообще не знаете, что за зверь такой, чтобы вам было просто понятно вообще, откуда мы, чем мы занимаемся. E-Lama – это платформа, которая упрощает работу с интернет-рекламой. Через E-Lama можно запускать, анализировать, оптимизировать и оплачивать рекламные кампании не только в классических рекламных системах, таких как Яндекс.Директ, ВКонтакте, МайТаргет, но и на радио, в Телеграме, причем как официальную Телеграм-Эдс, так и посева через Телегуин можно тоже через E-Lama размещать. На Авито можно размещаться через E-Lama и так далее. То есть практически все популярные и востребованные в России рекламные системы подключены к E-Lama, и можно с ними работать через одно окно, получать один комплект, закрывающий документы для бухгалтерии на все ваши рекламные расходы, включая рекламу в Телеграме и, например, через биржи блогеров, например, Телегуин. Окей. Собственно, давайте разбираться с самой рекламной системой Телеграм-Эдс. Вот она как рекламная система подключена к E-Lama, и у нее самой есть некие требования, ограничения. Для начала вообще давайте разберемся, кому подходит Телеграм-Эдс. Телеграм-Эдс подходит тем рекламодателям, у которых есть открытый живой канал. Живой – это значит, что в нем есть хотя бы десяток постов. Понятно вообще, про что этот канал. Есть хотя бы несколько десятков подписчиков, лучше пара сотен подписчиков. То есть если вы вчера создали канал исключительно для того, чтобы рекламировать его в Телеграм-Эдс, и на него никто не подписан, в нем нет никакого полезного, интересного контента, исключительно рекламный какой-то контент, ссылки на ваш сайт, на ваш магазин в Marketplace. Такой канал в модерацию не пройдет. Миша еще про это несколько раз будет вам напоминать, что канал в ваш Телеграме, который вы рекламируетесь, должен быть самодостаточным. Что это такое, он вам объяснит. Если у вас нет канала, и вы не собираетесь его заводить и вести, наполнять каким-то полезным контентом на регулярной основе, я вас прекрасно понимаю, я сам много раз пытался начать вести активно какие-то социальные сети, меня никогда надолго не хватало. В этом случае проще создать чат-бот, нужно будет один раз напрячься, разобраться его сделать, но зато потом его не надо так часто обновлять, как нужно обновлять контент в канале. К чат-ботам тоже предъявляются определенные требования, мы про них подробнее дальше поговорим. Ну и второе важное требование, кому подходит вообще Телеграм Ads, вы не должны нарушать правила Телеграм Ads, именно рекламной системы Телеграм Ads, а не самого Телеграма. Дело в том, что требования рекламной системы Телеграм Ads гораздо более жесткие, чем у самого Телеграма. То есть вы в Телеграме, как мессенджере, можете общаться абсолютно на любые темы, обсуждать что угодно, хоть политику, хоть какие-то теории, заговоры, вы можете ругаться матом, никто вам этого не запрещает. Но рекламировать все это у вас не получится через Телеграм Ads. Итак, коротко, быстренько пробежимся, потому что вообще нельзя рекламировать в Телеграм Ads. Шокирующий сексуальный контент, призывы к насилию, нарушение прав третьих лиц, то есть когда вы продаете реплики, копии чего-либо, либо там взломанные какие-то программы, и вообще, в принципе, используете чужие бренды, я вам на это никто разрешения не давал. А нельзя размещать обманчивую, вводящую в заблуждение рекламу, то есть называемый кликбейт, когда какой-то очень кричащий заголовок, обещаний очень много в рекламе, переходишь по ней, а там что-то совершенно другое или гораздо более все проще. Да в целом какую-то кричащую рекламу размещать нельзя, мы тоже про это много раз будем напоминать сегодня вам. Нельзя размещать предвырванную и любую другую политическую рекламу, нельзя рекламировать азартные игры, нельзя рекламировать мошеннические финансовые продукты или услуги, нельзя рекламировать несертифицированные медицинские услуги, лекарства и БАДы, даже если они сертифицированные, то, собственно, нужно будет доказать модерацию, что у вас эти сертификаты, лицензии есть, их нужно будет предоставить. Нельзя рекламировать наркотики, табак, алкоголь и даже фастфуд. Нельзя рекламировать оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы. Если вы собираетесь рекламировать что-то внешне схожее, какие-нибудь там пневматики, какое-нибудь строкбольное снаряжение, то вам, собственно, нужно будет каждый раз, ну, не каждый раз, как минимум один раз вам точно придется доказать, что это игрушки, а не что-то связанное с оружием. Нельзя рекламировать спам-программу, вредоносная по услуге по взлому программы, рекламировать любые другие продукты сомнительной законности. И вот этим самым пунктом Telegram Ads развязывает себе на самом деле руки и довольно широко может диктовать вообще, что сомнительно, что несомнительно. И повторюсь, ну, как мы будем сегодня несколько раз подчеркивать, что модерация ручная и от конкретного модератора довольно сильно зависит, пройдет модерацию или нет. Это не значит, что это рандом. Есть определенные гайдлайны и все модераторы на эти гайдлайны ориентируются. Ну, вот, собственно, мы сегодня постараемся более подробно на конкретных примерах разобрать, какие именно вещи эти гайдлайны нарушают. А что ж тогда можно в Telegram Ads, если столько всего нельзя? Можно вести с рекламы на канал, и тогда в рекламе должно быть понятно, про что этот канал. Можно вести на бота, и тогда опять же можно, ну, из рекламы должно быть понятно, что этот бот умеет делать, что в этом боте можно получить, для чего вообще перезапуск этого бота запускать. Или мы можем вести на конкретное сообщение. Опять же, тогда в рекламе должно быть понятно, а что в этом конкретном сообщении размещено, какая информация, что там можно получить. Теперь, собственно, вот, с посадочной как раз и начнем. То есть у нас посадкой может быть канал, может быть сообщение конкретное в канале или чат-бот. Вот, собственно, с этим давайте начнем разбираться. Первое у нас требование к функциональности. У канала должна быть понятная тематика, и он должен быть наполнен полезным контентом. Как я уже говорил, чисто рекламные каналы могут модерацию не пройти, скорее всего даже не пойдут. Что значит понятная тематика? Ну, если это канал про все на свете, если это какой-то личный блог, именно вот личный, где просто события, там, не знаю, вашей жизни, ваш какой-то дневник, такой канал модерацию может не пройти, потому что непонятно вообще, про что это, зачем это, и непонятно вообще, зачем вам тогда реклама. То есть в канале должна быть, должен какой-то рекламироваться коммерческий продукт. Это не должно делаться в лоб, мы дальше, например, это разберем, Миша вам все покажет. Но при этом должна быть четкая какая-то обрисованная тематика, потому что если модератор не может понять тематику канала, то он не может понять, нарушает ваш канал правила или не нарушает. И на всякий случай просто модерацию это не пройдет. Чат-бот, он должен обязательно выполнять какую-то функцию для пользователя, давать ему какую-то пользу. То есть если единственная задача чат-бота — собирать контакты потенциальных клиентов, и в самом чат-боте нельзя получить никакую полезную информацию, за такой чат-бот, скорее всего, модерацию не пройдет. Есть определенные требования к текстам. Валер, Миша к нам подключается. Хотел что-то добавить? — Да, привет. Залетаю с корабля на бал. Всем привет. Собственно, я по предыдущему слайду хотел еще кое-что добавить. Как правильно сказал Костя в самом начале, и канал, и бот при рекламировании должны быть самодостаточными. Это значит, что у пользователя должен быть выбор остаться в канале или в боте всегда, чтобы получить всю необходимую информацию. Это значит, что в канале должен быть весь информационный контент, который пользователю необходим для того, чтобы сделать тот или иной выбор. А если мы говорим о чат-боте, то у пользователя должен быть выбор, допустим, не только оставить свой контакт для того, чтобы с ним слезались, у него должен быть выбор перейти на сайт. Он должен мочь самостоятельно ознакомиться с брошюрой, например, для того, чтобы уже принять решение, а насколько ему действительно нужна эта услуга. Окей. Теперь по поводу требований к текстам. Нельзя обращаться к читателю на «ты». И вот это как раз пример того, что в самом Телеграме никто не запрещает вам общаться с пользователями, как вы этого хотите. Но если вы этот канал хотите рекламировать Телеграмец, то там к пользователю на «ты» обращаться нельзя. Это же касается и чат-бота. Нельзя слишком часто размещать в постах или сообщениях, которые отправляют чат-бот, ссылки на сторонние ресурсы. Что такое слишком часто? Это достаточно тонкий такой момент, но его нащупать можно. Например, можно придерживаться правила «пять постов без ссылок, один пост с ссылкой». Например, вот такое можно. Такого принципа придерживаться. И именно что там «пять постов подряд без ссылки», потом «один пост с ссылкой», дальше «пять постов без ссылок». То есть если вам нужен какой-то ориентир, можете ориентироваться на это. Это не значит, что это железные правила, которые где-то как-то прописаны в гайдлайнах Телеграмец, но это вот хоть какой-то ориентир, если он вам нужен. Дальше. Тексты, что в канале, в описании канала, в самих постах или в том, что отправляет чат-бот, тоже в описании чат-бота, в сообщения, которые чат-бот отправляет, все тексты должны соответствовать правилам морфографии, пунктуации русского языка. И это достаточно такие моменты, о которых часто забывают. Это требования абсолютно к любым каналам и любым чат-ботам, которые вы собираетесь рекламировать. То есть если вы собираетесь рекламировать новостной канал, то все эти требования к нему тоже распространяются. У новостного канала, опять же, должна быть понятная какая-то тематика. То есть это новости о чем? Это новости про что? И если ваш новостной канал абсолютно в каждом посте есть ссылка, например, на сайт, то есть это канал какого-то новостного сайта. То есть вы пытаетесь из Телеграма людей перенаправлять на сайт, размещая в посте исключительно тизер статьи или тизер новости, и в конце обязательно ссылка на сайт. Такой канал может модерацию не пройти, потому что там сплошные ссылки, и там вы постоянно пытаетесь пользователя перенаправить на сайт. По поводу требований, правил орфографии и пунктации русского языка, это на самом деле кажется очевидной вещью, вроде как текст, должны быть грамотными. Но там есть мелочи, на которые часто не обращают внимания, про которые не думают, из-за которых модерацию это все не проходит. Мы дальше про них немножко подробнее еще расскажем. Давайте переходить к требованиям, к самим объявлениям, которые мы размещаем. Есть требования скорее так технические, до 160 символов в самом объявлении, то есть не туда, куда мы ведем, это мы уже в чате разобрались, а в самом объявлении. 160 символов – это включая пробелы и знаки припинания, то есть особо там на самом деле не разгуляешься. Эмодзи нужно использовать крайне аккуратно, и только если они уместны. Нельзя использовать какие-то эмодзи, которые скорее работают на то, чтобы как-то подтолкнуть клику, например, и, как уже говорил Миша, проще оставить один эмодзи, чем пытаться угадать, сколько допустимо, сколько уместно. Дальше. Нельзя использовать ссылки на сторонние ресурсы. То есть не пытайтесь ставить ссылку на какой-то сторонний ресурс в поле URL, в настройках рекламной кампании, и в сам текст объявления тоже не пытайтесь вставлять никакие ссылки на какие-то внешние ресурсы. Нельзя использовать, к сожалению, пригласительные ссылки, к сожалению, потому что многие привыкли с помощью пригласительных ссылок отслеживать количество подписчиков. На самом деле в Telegram Ads в этом нет особой необходимости, потому что в статистике всегда можно посмотреть, сколько было подписок с каждого объявления, причем это можно смотреть в динамике. Поэтому если вы хотели для отслеживания количества подписчиков с рекламы в Telegram Ads использовать пригласительные ссылки, вы это делать не сможете, но, повторюсь, переживать не надо, потому что в статистике это все можно смотреть и без пригласительных ссылок. Теперь по поводу требований к текстам. Я уже говорил о том, что все тексты должны соответствовать правилам орфографии и кунтации русского языка, но это не все понимают, насколько глубоко и насколько детальны эти требования. Например, нужно стараться правильно использовать буквы Ё и И. Если буквы Ё еще, отсутствие буквы Ё, модерация, может быть, еще и пропустит, то если вы, не дай бог, вместо И используете просто И, это будет считаться орфографической ошибкой, модерацию тогда это все не пройдет. То же самое касается пунктуации. Нужно использовать правильные кавычки, желательно использовать правильные кавычки. Опять же, в случае с кавычками, если вы будете вместо Ёлочки использовать, как эти называются, я забыл кавычки, то, может быть, это еще модерацию и пройдет, но вот если, например, вместо тире будете использовать короткий дефис, вместо длинного тире, там, где нужно, тире будете использовать короткий дефис, это модерацию не пройдет. Также практически гарантированно не пройдет модерацию, если слишком много пробелов. То есть или, например, пробелы не там, где они должны быть. Если у вас точка в конце предложения ставится без пробела, а если вы сделали там последнее слово в предложении, потом пробел и точка, это тоже модерацию может не пройти. То есть на самом деле требования к орфографии и пунктуации, они достаточно серьезные и жесткие. Нельзя орать на людей. Опять же, не все понимают, что когда вы пишете капсом, то вы орете. Орать на людей невежливо и в рекламе тем более этого лучше не делать. Нельзя использовать восклицательные знаки. Один, по идее, может быть даже два, где-то когда-то модерацию могут пройти. Но опять же, как часто любят говорить Миша, проще удалить этот один восклицательный знак и заменить его на точку, чем пытаться пропихнуть наличие восклицательного знака в объявлении. Дальше. Нельзя обращаться к читателю на «ты». Это мы уже разобрали. Как в самом канале, так и в объявлении. Тем более, нельзя использовать повелительное наклонение. Это в первую очередь относится именно к текстам объявлений. Нельзя использовать превосходную степень и любые другие преувеличения. То есть нельзя там обещать, что мы самые лучшие, самое высокое качество. Ну, кто это сказал, кто это проверял. Нельзя выделять как-то аудиторию. То есть говорить там только для мужчин, только для женщин, только для жителей Москвы, там только для таких-то. И ни в коем случае нельзя делать вид, что вы что-то знаете про аудиторию, тем более, если это что-то неприятное. Там мы знаем, что ты сидишь без работы, вот мы тебе работу предлагаем. Вот нельзя такое делать. Если вы не знаете, как удалять лишние пробелы, то это делается очень легко и просто. Например, в Google таблицах вставляем все наши рекламные тексты в ячейки в Google таблицах, потом выделяем все эти ячейки, переходим в раздел «Данные», «Очистка данных», «Удалить все лишние пробелы». То есть удаляются как пробелы в начале и конце строки, так и удаляются лишние пробелы между словами. Так, переходим к примерам. Теперь мы посмотрим на примеры объявлений, которые прошли модерацию Telegram Ads. Собственно, первый пример, он немного похож на тот канал с магазином одежды, который я показывал. Он передает какое-то определенное настроение. То есть здесь рекламодатель, специалист по настройке рекламы, пытается передать вот это настроение, чтобы заинтересовать человека, чтобы он заинтересовался, перешел на канал и посмотрел, а что же там такого вообще на этом канале он может увидеть. Причем важный момент то, что в рекламном объявлении видно название канала. Поэтому здесь, допустим, непонятен предмет рекламирования, но если в названии канала будет написано, что это интернет-магазин одежды, то в таком случае с этим будет все в порядке. То есть модерацию увидят, что вот как бы у нас есть пост, который передает настроение, вот есть название канала, который пользователь увидит, и он сразу поймет вообще в целом, о чем канал, и это его может дополнительно заинтересовать. Еще один важный момент. Если бы здесь не было вот этой вот последней приписки подробнее в канале, модерацию это бы не прошло. Следующий пост, он гораздо более простой. То есть здесь у нас просто передается, ну, как бы то, что мы продаем, громовка, название, то есть вот все, вся самая основная информация, которую необходимо знать пользователю, чтобы пойти модерацию. Здесь все, опять же, намного проще, но при этом тоже это проходит модерацию, и вот это вот все актуальные акции в нашем канале обозначают не только то, что необходимо перейти в канал, чтобы какую-то дополнительную информацию получить, а очень часто это прямо необходимо делать, ну, писать, что вы переходите в канал в конце объявления, ну, и как бы напоминает пользователю, что здесь есть какие-то акции. Вот, и этот пример связан с недвижимостью. Здесь, собственно, в 160 символах, в принципе, уместили все необходимые конкурентные преимущества, которые, вот, наверное, стоило бы уместить для этого конкретного бизнеса. Ну, это, я думаю, демонстрирует то, что в 160 символов, в принципе, можно очень даже уместить всю необходимую информацию, которая нужна пользователю. Давай ответим на несколько вопросов из чата, а потом перейдем к моим примерам, ты скажешь, все ли с ними в порядке. Возникают ли проблемы, если используются какие-то цифры в тексте объявления, например, такая фраза, как «18-летний опыт», где 18 цифр написано? Встречал такое в практике? Нет, чтобы именно цифры, какое-то вот возмущение у модерации вызывали, нет, такого не видел. Да, поэтому, Анастасия, скорее всего, есть какая-то другая проблема с текстом объявления, а не именно с цифрами. Так, если нельзя использовать пригласительные ссылки, то как человек сможет перейти на этот канал? Легко и просто, просто по ссылке http.me slash название канала по такой ссылке тоже можно перейти. Если ваш канал закрытый, то его рекламировать нельзя. Про это тоже некоторые забывают, мы, по-моему, тоже про это забыли сказать, что если вы рекламируете канал, сам канал тоже должен быть обязательно открытым. То есть и размещать рекламу можно только в открытых каналах, и тот канал, который рекламируется, тоже должен быть открытым. Кстати, кто-то в чате спрашивал, как запретить конкурентам показывать рекламу внутри вашего канала. А вот как раз два основных способа. Это либо закрыть канал, сделать его закрытым, но тогда его через поиск нельзя будет найти, и мало кто на это пойдет. Либо разместить у себя в канале свою собственную рекламу с высокой ставкой, но и в этом случае вы вряд ли сможете 100% аудитории покрыть, ну, 100% показов выкупить. Но вот по нашим оценкам примерно там около половины показов, до 75% примерно показов сможете таким образом закрыть и отображать только именно свою рекламу. Я, кстати, кое-что хочу добавить по поводу пригласительных ссылок и закрытых каналов. Закрытые каналы рекламировать нельзя. Часто спрашивают там, а что если я пройду модерацию и закрою канал? И тут, ну, самое главное, а какой смысл? Тут просто пользователь, когда перейдет по рекламе, он, если увидит канал, он подпишется с куда меньшей вероятностью. Поэтому рекламировать канал и закрывать его – это, ну, в любом случае плохая идея, ну, плюс модерация может потом перепроверить и отклонить. Поэтому это бессмысленно. А про пригласительные ссылки тут важный момент, почему их нельзя. Он, опять же, касается подхода. У пользователя должна быть возможность выбора – подписаться на канал, либо не подписаться. И когда он просто переходит на канал, он совершенно точно может ознакомиться с контентом, не подписываясь, и принять вот это вот решение. Еще был вопрос. У меня прошло модерацию объявлений с текстом «Бесплатное обучение IT и программирование для учеников 8-11 классов». Вроде как нарушается требование выделения аудитории, то есть для учеников 8-11 класса. Ну, во-первых, нет фразы только для учеников 8-11 класса. Во-вторых, это скорее свойство самого продукта, который у вас есть. То есть вы готовы бесплатно обучать учеников 8-11 классов. Потому что, например, ученики 7-6-5 класса, они могут просто не освоить эту программу, им будет тяжело и сложно. Поэтому если это скорее свойство вашего продукта, и по объективным причинам оно так, то тогда эта модерация может пройти. Правильно я говорю, Миша? Да, совершенно верно. И то, что касается свойства продукта, иногда выделение какой-то части аудитории проходит модерацию, если этому посвящен весь канал. То есть если весь канал исключительно для женщин, и вот он построен таким образом, что мужчинам там в целом, ну, для мужчин нет абсолютно никакого контента, то вот каким-то образом можно все равно отмечать и в тексте объявления, и в самих постах, что это касается именно женщин. Только это все равно лучше делать в таких ситуациях не прямо в лоб, там, только для женщин, а вот как-то более элегантно, как бы там, я не знаю, одежда для женщин, что-нибудь, ну, такое более тонкое. Вопрос не совсем по теме нашего вебинара, но, наверное, стоит на него ответить, чтобы человек себе в ногу не выстрелил. По поводу CPM. Важно понимать, что в Telegram S работает аукцион первой цены. Мы избалованы более-менее справедливыми аукционами в других рекламных системах, там, аукцион второй цены, VCG аукцион в Яндекс.Директе. Аукцион первой цены – это жесткая штука. Это означает, что какую ставку вы сделали, если вы аукционе победили, вы эту ставку и платите. То есть если вы, не дай бог, влепите ставку в 500 евро, за тысячу показов с вас спишут 500 евро. То есть даже если никого других рекламодателей, даже близко с такой ставкой не было, вы все равно заплатите 500 евро. Поэтому, пожалуйста, никогда в Telegram S слишком большие ставки не указывайте. Указывайте только ту ставку, которую вы готовы морально заплатить. Да, и обычно, если нет показов, то все, что с этим можно сделать, это увеличить ставку. Но нужно ее увеличивать очень аккуратно. Да. Пригласительные ссылки – это специальные ссылки, которые создаются в настройках канала для того, чтобы потом можно было посмотреть статистику, а сколько по каждой из таких пригласительных ссылок подписался человек на ваш канал. То есть это не ссылка, не просто ссылка на канал, а специальная ссылка, которых можно много создать для того, чтобы, например, отслеживать эффективность посевов. В Telegram S их чаще всего для этого используют, и поэтому по привычке их часто пытаются использовать и в Telegram S. А там их нельзя использовать. Миш, давай разберем несколько примеров. Я вот накидал несколько вариантов объявлений для своего бота по выбору рекламных инструментов. Я попытался три варианта сделать. Первый вариант – это с фактами и цифрами. Я потому что знаю, меня так учили, что нужно стараться какие-то факты и цифры использовать в рекламе. Второй – я попытался вокруг ценностного предложения. То есть какую ценность получит человек, если он этим ботом воспользуется. И в третьем случае я попытался написать объявление, заточенное под конкретную аудиторию. Это аудитория фрилансера и агентства. Все ли в порядке с этими объявлениями? Пройдут ли они модерацию на твой взгляд? Да, мне кажется, пройдут модерацию. Я вижу, что, допустим, вы с маленькой буквы – это важный момент. Это очень частая такая причина отклонений, когда вы написано с большой буквы и стоит в таком случае editorial requirements. То есть текст считается неграмотным. Здесь в этом плане все в порядке. С цифрами, как мы уже говорили, тоже нет никаких проблем, если их использовать там, где они действительно нужны. Вот. Нет никакого невыделения аудитории. Я думаю, что все эти тексты совершенно спокойно пройдут модерацию. Тогда такой момент. Я здесь специально в конце каждого предложения поставил точку, но вообще я изначально хотел поставить двоеточие. Чтобы было, например, с помощью этого бота вы за три минуты сможете узнать, какие из 32 видов… Ну, конечно, здесь было бы два двоеточия подряд, поэтому на примере ценностного предложения. Этот бот поможет сделать правильный выбор из 32 видов рекламных инструментов, чтобы вы не слили бюджет. Двоеточие. А ниже будет ссылка запустить бот или как оно там правильно называется, забыл. Двоеточие в конце предложения можно использовать? Я видел объявления, которые, с двоеточием в конце, проходили модерацию. Совершенно точно. Ну и по поводу CPM я уже раньше начал отвечать. Надо ответить на следующий вопрос. Если я укажу какой-то CPM, потом решу его снизить, все равно будут списывать по первому CPM? Нет. Аукцион первой цены не означает, что какую вы самую первую ставку сделали, такая с вас и списывается. Это означает, что та ставка, которая на самом верху в аукционе, она и списывается с рекламодателем. То есть да, потом можно будет ставку снизить и будет с вас списываться тягущая ставка, которую вы указали. Теперь по поводу ответов модерации, где их вообще искать и что они означают. Искать их нужно, собственно, в рекламном кабинете. В информации по рекламной кампании как раз появляется вот такое уведомление, где можно как раз посмотреть причину отказа. Какие основные причины отказа бывают? Первое, собственно, editorial requirements, то есть требования, то, как оформлено все должно быть, как выглядеть реклама должна. Это как раз орфографические, пунктационные, грамматические, стилистические ошибки в тексте, объявления, описания и названия канала бота. А также сюда относится кричащая реклама. То есть если мы капс какой-то используем, очень много восклицательных знаков, очень много эмодзи, вообще как-то агрессивно себя ведем. Дальше, destination. Это как раз проблемы с посадочной. Это уже орфографические, пунктационные, грамматические, стилистические ошибки в канале, сообщении или боте, куда мы ведем. Это слишком много ссылок на внешние ресурсы в канале или боте. Это не функциональный бот или слишком молодой, недостаточно наполненный канал. А также уже упоминание запрещенки не в самом рекламном объявлении, а где-то в канале боте. То есть реклама вроде как у нас спокойненькая, все в порядке, никакого шокирующего сексуального контента, а где-то внутри канала у нас такое нет-нет, да и проскальзывает. Тогда причина отклонения будет, скорее всего, destination. Ad-формат. Это, собственно, когда из текста непонятно, что именно рекламируем, или мы пытаемся куда-то не туда везти, в тексте объявления, например, пытаемся отправить куда-нибудь на какой-нибудь внешний ресурс. То есть, напоминаю, рекламировать можно только канал, бота или сообщение с каким-то конкретным наполнением. Также, если у нас происходит какое-то несоответствие того, что у нас в объявлении, и то, что потом человек получает, это у нас будет Ad-формат. Алимформ... Да, давай. Про Ad-формат еще кое-что добавить. То есть, очень часто эта причина отклонения связана с тем, что просто нужно добавить в конце подробности в канале. И таким образом предмет рекламирования становится для модерации Telegram Ads намного понятнее. Да, то есть вы в тексте объявления что-то человеку обещаете, и чтобы модерация поняла, что это относится именно к каналу, который вы рекламируете, просто добавляйте, что подробнее об этом можно узнать в канале. Линк-формат – это когда мы пытаемся... А вот, прошу прощения, если мы как раз используем какую-то не такую ссылку и куда-то пытаемся вести за пределы Telegram'а, то причиной отклонения будет линк-формат. Ну и, наконец, запрещенный контент – это как раз, когда реклама какая-то... Что реклама нарушает требования, гайдлайны самого Telegram Ads. В основном это шокирующий сексуальный контент или кликбейт. В основном такие основные причины. И еще по поводу вот prohibited content. Часто это связано с обещанием прибыли. Чаще всего это даже связано с обещанием прибыли. Поэтому вот в плане таких вещей нужно особенно внимательными быть в контенте канала. И еще мы заметили, что регулярно такое случается, что ошибочно модерация Telegram Ads, она ручная, и там тоже сидят люди, ошибочно ставит эту причину отклонения вместо editorial requirements. Поэтому мы часто, когда видим эту причину отклонения, если мы видим, что ничего запрещенного не рекламируется, нет обещания какой-то невероятной прибыли, мы начинаем проверять просто по орфографии, пунктуации и прочим подобным моментам. Можно ли вообще в канале или боте использовать какие-то ссылки на внешние сайты? Можно, но крайне аккуратно. И всегда у пользователя должна быть альтернатива. То есть он может туда перейти, чтобы получить какую-то дополнительную информацию, а может не перейти и получить всю необходимую информацию как-то внутри бота. Вопрос встать хороший. Как показать модерацию сертификата на медицинские услуги? Как это вообще происходит? Отправить их в службу за бота, если это необходимо. То есть если, допустим, речь идет о рекламе товаров или услуг, которые требуют сертифицирования, можно даже заранее нам отправить эти документы, и мы их направим в модерацию Telegram X, чтобы они как бы поняли, что вы действительно имеете право такие услуги предоставлять или товары продавать. Еще хороший вопрос от Ирины. Как часто происходит модерация самого канала бота, его внутренности содержимого? Это происходит непосредственно в момент размещения рекламы, спустя несколько дней, скорее всего, обязательно еще раз проверят. И дальше просто я бы ориентировался на то, что каждые, не знаю, там 3-5 дней его точно будут проверять. Возможно, это будет происходить реже, может быть, и не будут проверять, но я бы жил с мыслью о том, что это возможно. Правильно все говорю? Да, ну и плюс, как бы лучше создавать несколько вариантов объявлений и регулярно их обновлять. А это значит, что мы периодически будем загружать все новые и новые объявления, и в таком случае каждый раз новые объявления будут проходить модерацию, можно сказать, по-новой. Можно ли в описании канала указать какие-то контакты? Например, номер телефона, адрес сайта, или это будет, опять же, расценено Telegram, как попытка увести аудиторию? Можно, совершенно спокойно можно. Тут важно, чтобы именно, если мы говорим о боте, чтобы сам сценарий бота не пытался вот всячески пользователя увести из Telegram. В описании можно указать всю необходимую информацию. То есть, допустим, если вот на примере того магазина с одеждой, который, в принципе, далеко не во всех постах ссылки располагает, у них в описании все указывают. То есть, пользователь, если видит пост и хочет сразу же перейти в канал, сразу же перейти на сайт или позвонить, он просто смотрит на описание этого канала и там находит всю необходимую информацию. То есть, у него есть выбор, и он осознанно принимает это решение. К сожалению, Алексей, у Telegram нет службы заботы, речь идет о службе заботы о пользователях Еланы. Поэтому подсказать вам контакты службы заботы Telegram мы не можем, чем у нее и не существует. С бота можно перенаправлять на канал в Telegram. Единственный момент, опять же, если единственная функция бота по какой-то причине – это перенаправить в канал Telegram, и в самом боте нет ничего полезного и интересного, то такой бот модерацию тоже, скорее всего, не пройдет. Но, опять же, если у вас есть канал в Telegram, то не очень понятно, зачем рекламировать тогда бота, а из бота пытаться людей перенаправить в канал. Опять же, если это одна из опций, то есть можно какую-то информацию получить в боте, а как за какой-то информацией можно сходить в канал Telegram, а можно и не ходить, то тогда проблем никакой не будет. Проблемы никакой не будет. Окей, давай переходим тогда к твоему чек-листу. Тут уже достаточно много будет подробностей, и после этого уже будем закругляться. Да, здесь действительно будет довольно много подробностей, но на самом деле это даже не полный чек-лист, то есть я его сократил до самых таких важных, самых основных вещей. И тут еще важно сказать, что, как Костя сказал в самом начале еще, что модерация Telegram – это ручная, и, соответственно, здесь тоже есть некоторые человеческие факторы. И в службе завода также, как мы всегда стараемся отвечать клиенту на понятном ему языке и понимать, что именно он имеет в виду под теми или иными понятиями, мы разработали довольно подробный план действий, как проходить эту самую модерацию Telegram. И, собственно, напомню, что запрещено к рекламированию. Я здесь постарался перечислить самые-самые популярные вещи. Это шокирующий сексуальный контент, если именно цель канала в том, чтобы шокировать или показать что-то сексуальное. Это не проходит модерацию. Введение в заблуждение – это, например, обещание там высокой прибыли и все подобное. Политический контент вообще абсолютно любой, в любых форматах даже какие-то упоминания. Азартные игры – даже если это там связано с NFT, напрямую там не нужно платить, или как-то связано, допустим, ну, это какая-то игра, которая включает в себя азартные элементы, то это все не проходит модерацию ни при каких обстоятельствах. Мошеннические финансовые продукты – здесь список будет в любом случае довольно широкий, но если модератор понимает, что здесь вполне вероятно что-то мошенническое в этом канале или боте происходит, такой канал или бот не пройдет модерацию. Несертифицированные медицинские услуги и продукты – это, опять же, напоминаем, необходимо предоставлять сертификаты, их можно отправить в службу заботы, даже нужно отправить в службу заботы, чтобы мы уже отправили эту модерацию. Алкоголь, табак и фастфуд – это одна из неочевидных вещей. Вредоносные ПО, то есть ПО, которые… Да, извини, что перебил, я думаю, что ты уже закончил. Заканчиваю про вредоносные ПО, у меня по этому слайду будет маленький интерактивчик. Да, вредоносные ПО, собственно, это программы, которые пытаются обойти какие-либо системы. То есть если в какой-либо системе, неважно о чем мы говорим, это может быть игра, это может быть какая-то программа, если программа рекламируемая пытается обходить эту систему каким-то образом, то это тоже не проходит модерацию. Вот, теперь я закончу. Да, я в начале, во время вебинара говорил о том, что если вам кажется, что требования к правильным текстам, орфографии, пунктации и так далее, это вроде как очевидные вещи, и с ними проблем вроде как быть не должно, найдите на этом слайде орфографическую ошибку. Фастфуд возможно, но не обязательно. Здесь более очевидно, есть орфографическая ошибка. Не сертифицированные. И, кстати, вредоносное ПО, а не вредоносное ЕПО. Видите, мы с совместными усилиями даже три потенциальные ошибки тут нашли. Ну, не сертифицированные, это действительно ошибка. Такое объявление не прошло бы модерацией Telegram. По поводу ПО здесь можно еще об этом поспорить, но... Ну да, да. Вот, говорю, тут была одна очевидная, даже еще две неочевидные нашли. Все. Я скорее не то, чтобы тебя потроллить, а скорее проверить внимательность наших слушателей. Давай дальше. Я понимаю. Так, собственно, дальше переходим. Что не стоит использовать? Не стоит использовать слишком много ссылок на внешние ресурсы. Опять же, их использовать можно. И в описании они могут быть, они могут быть в постах. Но если используем в постах ссылки на внешние ресурсы, то лучше выдерживать там около пяти, чтобы было просто информационных сообщений без ссылок на внешние ресурсы. И потом совершенно спокойно располагаем какую-то ссылку, не принуждая пользователя обязательно переходить на этот сайт. Дальше. Нельзя вообще использовать CAPS ни при каких обстоятельствах. Не стоит использовать курсив. И жирный, ну, только чтобы отделить части текста, то есть как бы отделить заголовки. Ну и вообще не стоит так же, как курсив, использовать подчеркивание. Я видел некоторые каналы, в которых модерацию проходили и с курсивом, и с подчеркиванием. Но это там настолько тонкая грань, что, опять же, проще, когда вы только-только запускаетесь в Telegram Ads, просто не делать этого, чем выяснять, где эта грань находится. Вы просто будете оттягивать тот момент, когда у вас произойдет запуск рекламы. Дальше. Слишком много восклицательных знаков и вопросительных знаков тоже. То есть восклицательные знаки использовать сами по себе можно. Но тут, опять же, важен подход. То есть вы не пытаетесь этими восклицательными знаками вызвать какие-то дополнительные эмоции у пользователя, к чему-то его побудить. Вы просто ставите восклицательный знак, потому что он уместен. В таком случае это пройдет модерацию. Про вопросительные знаки. Тут важен момент, что вы не пытаетесь выделение аудитории сделать. То есть там, я не знаю, нужны деньги до зарплаты или что-нибудь в этом роде. То есть как-то пытаетесь нащупать того пользователя, которому это нужно. Через вопросы этого делать вообще не стоит. Пользователь должен сделать сам выбор после прочтения поста или постов о том, насколько ему это нужно. Обращение на «ты» ни при каких обстоятельствах, и даже «вы» пишем с маленькой буквы. Это очень важно. Повелительное наклонение, то есть такое агрессивное побуждение к действию, тоже никогда вообще не проходит модерацию. Это абсолютно всегда отклоняют при любых обстоятельствах. Тут надо переформулировать. И превосходная степень, то есть что-то самое лучшее, вы нигде больше такого не найдете, не увидите, тоже не проходит модерацию. И еще один маленький интерактивчик. Напишите мне, пожалуйста, в чате, какая пунктуационная ошибка допущена на этом слайде. Нет, наличие подчеркивания – это не пунктуационная ошибка. И в данном случае, кстати, здесь грамотно используются и капсы, курсив, жирные подчеркивания, потому что здесь, собственно, показывается, что это такое. Буква «ё» не обязательно. И это не пунктуационная ошибка. О! Точка запятой в конце… Ну, не предложение в данном случае, а в конце пунктов. Миша тоже на прогоне про это рассказывал, а сегодня, по-моему, еще не говорил. Не забывайте, что в конце предложений должна стоять точка. Если это список, то там должны быть либо запятая, либо точка с запятой. А после последнего пункта в списке должна стоять точка. Да, кстати. И это касается описания. Когда мы пишем описание, если там несколько разных каких-то важных вещей в этом описании, каналы или боты перечисляются, то в конце каждого такого предложения должна обязательно стоять точка. Да, и Дарья спрашивает по поводу подробнее правы с маленькой буквы. Да, Дарья, по правилам русского языка, когда вы обращаетесь к людям на «вы», это пишется с маленькой буквы. С большой буквы пишется, если это ваше высочество, ваше превосходительство или что-то в этом духе. Поэтому если вдруг вы считали, что когда вы к человеку обращаетесь на «вы», то надо писать с большой буквы, чтобы выказать уважение, это неправильно с точки зрения правил русского языка. Да, совершенно верно. А еще, по-моему, кстати, на «ты» пишется, ну, полностью заключается в скобке. Возможно, возможно. Это, кстати, я правил, и я не уверен, как это правильно сделать. Может быть, действительно, обращение на «ты» надо и оба слова, и на «ты» в кавычке заключить. Все, не перебивай, не мешай больше. Давай дальше. Так, переходим к тому, что нужно сделать, обязательно делать, чтобы пройти модерацию. Ну, как мы уже сказали, несколько раз писать «вы» с маленькой буквы, но это, правда, очень часто встречается. Дальше нужно проверять текст на орфографию, пунктуацию. Сегодня, я думаю, мы все это выяснили, мы это делали много раз. И писать объявление в соответствии с посадочной страницей. То есть объявление должно и стилистически более-менее походить на то, ну, в идеале должно и стилистически более-менее походить на язык, на котором вы общаетесь с аудиторией на своем канале. И оно должно, текст объявления должен отражать это самое содержание канала. То есть должен быть понятен предмет рекламирования, если вот такими словами. Вот. По каналу. Канал должен обязательно быть самодостаточным и информативным, то есть у пользователя должна быть возможность никуда не переходить, всю информацию получить в канале и принять решение покупать, не покупать, переходить по ссылке, не переходить. Дальше канал должен быть наполненным. То есть, ну, там, ну, хотя бы 10 постов должно быть, хоть какое-то количество подписчиков, ну, хоть что-то в этом канале должно быть. И все, что в этом канале есть, должно соответствовать этим самым правилам, включая и описание канала, и название. Кстати, про название, по-моему, тоже еще не говорил. Это тоже очень важный момент. В названии неприемлемы какие-то разделительные знаки, вроде слэша, например, вертикального. В названии должен быть, название бренда должно быть указано на одном каком-то определенном языке. И, допустим, если вы там везде и на сайте, и в канале, у вас название бренда написано на английском языке, то и в названии канала оно должно быть на английском языке. Если вы везде пишете на русском, значит, такое ваше позиционирование. И в названии канала тоже должно быть только на русском. И, собственно, у канала должен быть понятный предмет рекламирования. То есть, должно быть понятно вообще, а как бы что по итогу продает этот канал, чтобы модерация понимала, как бы к чему все это на самом деле ведет, для чего этот канал вообще, в принципе, какая у него цель. И переходим к боту. Бот должен отвечать на команды пользователя моментально. Это тоже оказалось, что не самая очевидная вещь. То есть, когда пользователь вбивает какую-то команду или нажимает какую-то кнопку, ответ бота должен быть моментальным. Если бот присылает сразу несколько сообщений, сразу несколько сообщений должны тут же появиться. Они не могут появляться с задержкой. Они не могут появиться там с задержкой, допустим, 20 минут. Я такое видел. Они не могут появиться с задержкой даже в 20 секунд. Единственное, вы можете отправлять пользователю какие-то напоминания или что-то через какое-то время, если вы заранее спросили у него разрешение. И тут важно, чтобы отправлять ему сообщение, чтобы вы отправляли ему сообщение не чаще, чем раз в три дня. Если у пользователя спросили разрешение, он согласился, тогда, в принципе, можно ему напоминать время от времени о боте. Дальше. Нужно предоставлять пользователю всю нужную информацию в самом боте. То есть, у него должна быть возможность все решения принять внутри бота. В идеале, если вы указываете не только там, вот оставьте номер телефона, это важная кнопка. Вдруг пользователю проще вот прямо здесь и сейчас писать свой номер телефона и получить звонок там. Может быть, он захочет указать, в какое именно время ему будет удобнее, чтобы ему позвонили. Может быть, он захочет перейти в контакты и там посмотреть сам номер телефона, мессенджер, сайт, что угодно. Будет хорошо, если вы предоставите какую-то брошюру, еще какую-то дополнительную информацию. В общем, чем больше информации вы предоставляете пользователю для принятия решения, тем лучше. При том, что бот – это не канал. В боте вы можете нажать кнопку, чтобы получить какую-то информацию. Поэтому здесь можно не бояться с тем, чтобы перегрузить бота слишком большим количеством информации. Вы просто можете разные блоки информации как бы в разные сценарии прописать. И пользователь сам будет выбирать, что он нажмет, и какую информацию он прямо сейчас получит. Ну и не забывайте про кнопку там «вернуться на главную». Зачастую бывает такое, что добавление одной этой кнопки вообще меняет всю ситуацию, и модерацию он внезапно проходит, если других проблем никаких нет. Вот. И, ну, собственно, про то, чтобы не отправлять сообщения, это я уже сказал. Да, сейчас я расскажу про бонусы, и потом еще поотвечаем на вопросы в чатике. Там довольно много интересных вопросов. Первый момент. Если вам было сегодня слишком мало примеров самих объявлений, то у нас есть замечательная статья в блоге, где разбирается больше 15 приемов и больше 80 примеров объявлений, которые эти приемы используют. Там как раз рассказывается о том, как добавлять call-to-action без повелительного наклонения, как сделать так, чтобы целевая аудитория себя в тексте объявления не узнала, но при этом вы аудиторию не выделяли, не нарушали требования Telegram Ads. Как убеждать и снимать возражения в таком коротком формате, как 160 символов. Второй важный момент. Ну, я уже говорил о том, что через E-Lama можно оплачивать Telegram Ads. При этом вы будете получать полный комплект документов для бухгалтерии и возмещения НДС, если вы сами являетесь платежиком НДС, во всех 10, больше, чем 10 рекламных системах и сервисах. Мы помогаем, как я уже Миша дал понять, наша служба заботы помогает разобраться в степени модерации, поскольку очень много объявлений отклоняется по модерации. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с бюджетом от 300 тысяч рублей в месяц у нас есть постоплата без комиссии и со срочкой до 30 дней никаких дополнительных процентов и сборов. Просто сначала запускаете рекламу, потом за нее платите. И у нас есть акция, которую мы продлили до 31 января, она действует также только для юридических и индивидуальных предпринимателей. Это не просто постоплата, это оплата частями. Первая часть оплачивается через 30 дней, и следующая часть оплачивается через 60 дней. Подробности по ссылке, которую сейчас уже скинули в чат. Ну и теперь мы поотвечаем на ваши вопросы и, может быть, даже попробуем попрактиковаться. Если вдруг мы не успеем ответить на какой-то ваш вопрос или вы сейчас нас смотрите в записи, то можно задать вопрос в нашем сообществе ВКонтакте или написать нам через мессенджер ВК. Так, по поводу смарт-бота. Смарт-бот про – это сервис, который бесплатно доступен пользователям Елана, который находится на тарифе Optimal. Алексей пишет, что он очень тормозной. Неправда, потому что я вот, во-первых, мой личный бот, созданный на смарт-боте, я проблем с ним особо никаких не замечаю. У них была пара сбоев когда-то, но на ежедневной основе он работает хорошо. Я прямо сейчас его потестировал, а с ним никаких проблем нет. Поэтому, возможно, вы столкнулись с какой-то разовой проблемой. А можно ли в названии канала использовать какую-то аббревиатуру? Миш, наверное, лучше ты ответишь на этот вопрос. Да, кстати, аббревиатуры – это одно из таких тоже больных мест. Можно использовать аббревиатуры вообще где угодно, если это общепринятые аббревиатуры, всем понятные. То есть если там НДС, допустим, все знают, что такое НДС, расшифровывать в целом нет особого смысла. А если я вот видел одного бота, в котором просто какие-то три буквы используются в качестве своего рода аббревиатуры, и там совершенно непонятно, что это такое. Я даже загуглил, чтобы узнать, и там были расшифровки этой аббревиатуры, совершенно никак не связанные с тем, чем бот занимается. Бот был связан и с мебелью. Бот для того, чтобы оставить заявку и выбрать себе мебель для тех или иных нужд. И вот если эта аббревиатура непонятна, то она не пройдет на транс. Если она общепотребима, либо все, либо большинство людей в принципе знают, что это такое, то все окей. Ну вот как раз пример. ПИР на весь мир, где ПИР – это аббревиатура от проектно-изыскательных работ. Могут возникнуть проблемы с модерацией, потому что модерат может просто не понять, что вы имели в виду. Потому что ПИР на весь мир – это как раз то самое выражение, которое всем понятно. В данном случае ПИР должен писаться правильно с точки зрения русского языка. Он может вашу шутку, вашу игру слов просто не понять, и из-за этого эта модерация не пройдет. Возможно, ты прокомментируешь. Иногда возникает такая проблема, что объявление вроде бы прошло модерацию, но оно вообще не откручивается даже с высокими ставками. Может ли это быть связано на самом деле с модерацией, или это скорее какая-то техническая проблема с откруткой? С модерацией это точно никак не может быть связано, потому что если проблема с модерацией, есть причина отклонения, и статус будет отклонено. Поэтому это скорее всего только со ставкой на самом деле. Даже если ставка очень высокая, есть вероятность, что просто это настолько разгоряченный аукцион, насколько такая востребованная тематика, либо там достаточное количество рекламодателей, что даже высокой ставки недостаточно, нужно, чтобы была еще выше. Всегда... Не, 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 вот Миша, вот тут я тебя, извини, поправлю. Важно понимать, что если аукцион разогрет очень сильно, не в плане ставок, а в плане количества рекламодателей, то даже с очень высокой ставкой может получаться так, что твое объявление не откручивается. Поэтому если вы используете какие-то очень узкие таргетинги, например, таргетинг на конкретный один отдельно взятый канал, то даже со ставкой в 1000 евро, про которую пишут, открутка может и не начаться, если уже очень много желающих там свою рекламу показать. Поэтому старайтесь использовать более широкий в этом случае таргетинг, например, таргетинг на тематику, а не на один конкретный канал. Так, по модерации постараюсь найти сейчас вопросы, какие еще были. Люди продолжают сопротивляться по поводу вы с большой буквы. Нет, даже при обращении к одному конкретному человеку вы нельзя писать с большой буквы. Это неправильно с точки зрения правил русского языка. Если вы считаете иначе, это ваше личное мнение. Собственно, правила русского языка с вами не согласны. Если вас так учили в школе или вас так учили в УЗИ, извините, вас научили неправильно. Поэтому вы всегда пишете, в любом случае, в личной переписке, к обращении к одному человеку, к нескольким людям, всегда пишется с маленькой буквы. Так, по модерации еще были какие-то вопросы. Можно ли в канале размещать посты с видео из YouTube? Встречал такие проблемы? Можно, но здесь такое же требование, как к другим ссылкам. Важно, чтобы это не было целью канала. То есть, если есть другие информационные посты, если, допустим, есть вся необходимая информация текстом, чтобы у пользователя был выбор, он может почитать текст, а может перейти на YouTube и посмотреть видео. Если это просто дополнительная опция, то есть ссылка на YouTube, это дополнительная опция для пользователя, то да, почему нет. Так, может ли канал как-то запретить рекламу у себя? Уже отвечал на этот вопрос. Можете сделать канал закрытым. Можете разогнать всех подписчиков, чтобы их стало меньше тысячи. Можете попытаться разместить свою собственную рекламу с высокой ставкой. Больше ничего сделать нельзя. Ну и, собственно, на Telegram. Это на самом деле зачастую приходит именно того, чтобы рекламироваться у конкурента. И это же делают и их же конкуренты, и те, кто приходит. Да, то есть это такая монета с двух сторон. То есть и ты можешь рекламироваться в каналах конкурентов, но и конкуренты могут рекламироваться в твоих каналах. Вот, кстати, хороший вопрос. Есть ли какие-то ограничения на рекламу каких-то государственных учреждений? Встречал в практике такое? Я встречал, что какие-то каналы не проходили модерацию. Но тут на самом деле точно не могу сказать. Наверное, лучше в таком случае, если вы не уверены, что какое-то учреждение пройдет, пройдет ли оно модерацию, вы можете просто прислать нам канал, и мы узнаем, пройдет ли это модерацию или не пройдет. То есть мы отправим в Telegram Ads этот канал и узнаем, что они скажут по этому поводу. Хорошо. То есть можно просто заранее не пополнять аккаунт, не создавать его, а просто скинуть ссылку на канал, пройдет ли это модерацию или нет. Да, вопрос не совсем по теме модерации. Если в рекламной кампании остались неоткрученные деньги, можно ли их с баланса этой рекламной кампании вернуть на баланс аккаунта, например? Да, можно. Для этого просто нужно написать в чате либо по почте в службе заботы, и все эти деньги будут возвращены обратно на баланс кабинета E-Lama. Не-не-не, речь не про возврат с Telegram Ads на E-Lama. Вопрос, есть рекламная кампания внутри аккаунта Telegram Ads, и в ней есть неоткрученные деньги еще. Ну как, они зарезервированы, если я правильно понимаю эту терминологию. То есть мы, когда создавали рекламную кампанию, указали ее бюджетом, например, там 1000 евро. Вот у нас эта 1000 евро еще не потратилась. Можем ли мы это обратно на баланс рекламного кабинета Telegram Ads перекинуть? Насколько я помню, там просто нужно установить бюджет объявления 0, и все обратно перечисляется на общий баланс. Да, то есть даже не надо обращаться в группу заботы. Расскажите о порядке сотрудничества с вами. Допустим, есть клиент, видимо, Екатерина представляет агентство или фрилансер, что от нас надо, как строится работа, когда надо помолить кабинет, сколько денег надо. Если коротко, то вы можете просто для своего клиента создать личный кабинет в Еламе, если он у вас, например, один, и вы не планируете работать как по нашей партнерской программе. Если вы собираетесь стать партнером Елама и получать процент от рекламных оборотов ваших клиентов, то тогда нужно создать отдельно ваш агентский аккаунт, потом создать клиентские аккаунты, привязать клиентские аккаунты к вашему агентскому аккаунту, и потом уже внутри клиентских аккаунтов создавать рекламные аккаунты, в том числе и в Telegram Ads. Минимальная сумма пополнения баланса в Telegram Ads это 3 тысячи евро, плюс комиссия Елама, плюс НДС 20%. И по поводу комиссии, наверное, еще добавлю такой важный, как мне кажется, момент. 15% сама по себе комиссия, но для застройщиков она 20% будет. Да, то есть если вы строите, продаете квартиры, то для вас комиссия будет чуть больше. Почему так? Потому что слишком уж высокий спрос на рекламу в этой тематике. Кстати, по поводу строите, продаете, на брокеров это не распространяется. Это совершенно точно. То есть это именно для застройщиков. Можно ли вручную исключить определенные каналы из показов? Да, но это вы в своих рекламных кампаниях можете какие-то каналы исключить, но я как владелец канала в ваших рекламных кампаниях ничего исключить не могу. То есть вопрос был в чате по поводу того, что у меня есть канал в Телеграме, я не хочу, чтобы в моем канале чья-то реклама показывалась. И сделай так, чтобы не показывалась там моя реклама, я могу, но я не могу никак сделать так, чтобы там не показывалась реклама конкурентов. Ирина, найдите какой-нибудь другой справочник русского языка. Люди в чате продолжают сопротивляться тому, что вы всегда пишете с маленькой буквы. Ну, это просто на самом деле правило, которое нужно принять, потому что с этим ничего нельзя сделать. Да, то есть вы можете продолжать считать, что по правилам русского языка можно писать его из большой буквы, но переубедить в этом модерацию Телеграма вы точно не сможете. Так, ну что, я думаю, мы ответили на вопросы. Мы, в принципе, можем попробовать попрактиковаться с вами, то есть если вы, например, не знаете, как составить объявление вашей тематики для того, чтобы оно прошло модерацию, мы можем попробовать это сейчас сделать, но времени у нас на самом деле осталось уже не так много. Ну да, вопросов вроде бы больше нет. Желающих вроде пока тоже не появилось. Если что, если у вас еще остались какие-то вопросы, задавайте нам их в наших сообщениях ВК. Если вы еще не пользователь Елама, если вы пользователь Елама, то обращайтесь в службу заботы. Миша и его коллеги вам с удовольствием помогут. На этом все. Всем удачи. Удачи с прохождением модерации успешных рекламных кампаний в Телеграм. Всем пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok